МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа Актуальное интервью в студии Ольга Русул. Здравствуйте. На Редмаре прошел семинар работников культуры. Традиционное мероприятие проходит накануне профессионального праздника. Руководители специалистов учреждений культуры региона собираются, чтобы обсудить актуальные задачи отрасли, представить лучший опыт, решить проблемы и договориться о новых творческих проектах. В этом году лекции читала представитель Дома народного творчества из Москвы Мария Якунькина, заведующая отделом информации. Здравствуйте, Мария Викторовна. Здравствуйте. Мария Викторовна, расскажите, пожалуйста, как называлась ваша лекция и для чего она была нужна? Во-первых, я хотела бы поздравить работников культуры, не не сказав, но округа, с наступившим Днем Работника Культуры и с наступившим вчера Днем Театра. Здорово, что есть такая традиция собираться все вместе в эти праздничные дни и обсуждать то, как развивается отрасль. Это важно. И в этом году мы говорили об актуальной теме. В рамках Года культурного наследия, объявленного президентом Российской Федерации, мы говорили о том, как сегодня сохраняются традиции, как они актуализируются, как живет в этом направлении вся страна и конкретно ваш округ. Вот ваша тема была информационное сопровождение культурных мероприятий. Как правильно звучало название? Мы говорили в целом об актуальных направлениях и формах сохранения традиций. И с точки зрения новых форматов проведения мероприятий, и с точки зрения самих форм сохранения традиций. И, конечно же, в связи с тем, что я являюсь специалистом по информационной работе, о том, как о них рассказывать, как их популяризировать, имеющимися сегодня информационными ресурсами и инструментами. А эти информационные ресурсы, они не убьют вот эту живую культуру? Это все-таки, ну, в том числе информационные ресурсы, это различные, ну, так скажем, видео, какие-то проекты, которые в социальных сетях реализуются, не убьется вот это живое общение? Нет, наоборот, имеющиеся сегодня инструменты коммуникации, информационные, социальные сети, интернет, фото, видео, доступно это сегодня, наоборот, позволяет рассказать о тех традициях, которые мы сохраняем, которые сохраняются очень-очень многим людям, и не только живущим в нашей селе, в нашем городе или в нашем округе, но и всей стране, и даже всему миру. Опыт прошедших двух лет, когда мы очень много проводили времени в онлайне, проводили онлайн-мероприятия, показал, насколько эта тема актуальна и интересна простым людям, простым жителям со всей территории нашей страны, и они ведь смотрели не только видео своих регионов, не только участвовали в мероприятиях и своих областей, и округов, но и в том числе подключались к мероприятиям других округов, республик, областей, городов, и это очень интересно, и что не может не радовать, это востребовано публикой. А насколько сложно воплотить в жизнь вот эти инновации, о которых вы говорили, особенно в таких небольших регионах, как наш, насколько это сложно, насколько это технически сложно, так скажем? Ну, во-первых, надо начать с того, что про инновации нужно знать, за ними нужно следить, их нужно чувствовать, и когда этому мы и учились, чувствовать тренды, изучать инновации и пробовать их внедрять. А если мы об этом знаем, тогда это просто. Но бывает так, что, конечно, в силу загруженности работников культуры не всегда мы вовремя успеваем узнать об этих инновациях, отследить их, и поэтому иногда опаздываем с этим. Но в Нинском автономном округе знают коллеги о том, что сегодня происходит и в культурно-достоговой деятельности, и как развивается народное творчество, и какие задачи сегодня стоят перед учреждениями культуры, в общем, да, это и дома культуры, и музеи, и библиотеки, вот в этом направлении деятельности. А если говорить вот об этих трендах, вот такое, ну, доступное, понятно, что не профессиональное, а такое вот доступное, что сейчас модно? Вообще, я скажу одно, культура сегодня в моде, она в тренде, и мы доказывали это с коллегами на семинарах, модно все, что связано с традициями. И вы можете сказать, например, модно-национальная одежда. И даже здесь у вас, я вижу, что национальную одежду носят не просто на сцене, да, а ее носят в быту. Девушки приходят на концерты с элементами национального костюма. Люди постарше в целом носят костюм. Это модно, и если мы посмотрим даже на какие-то дизайнерские работы, мы можем увидеть там те или иные отклики к народной теме. Народная музыка сегодня популярна, и даже мы знаем, что не только народную музыку исполняют в аутентичном варианте, но ее стилизуют и под современные форматы, что тоже востребовано публикой, слушателями. Вы работаете в Доме народного творчества. В Наринмаре вы тоже посещали Дома народного творчества. Как впечатление, что не хватает нам? Какие, что у вас есть интересного, что можно было бы привнести в наше творчество? Я работаю в Государственном Российском Доме народного творчества, мы являемся федеральным учреждением культуры. Таких учреждений, как у нас, 83. Практически в каждом субъекте федерации есть субъектовый, то есть региональный Дом народного творчества. И вот нашему учреждению 107 лет за эти годы в России выстроена такая система Дома народного творчества. Занимаются тем, что помогают Домам культуры и Домам ремесел, методическим центрам, муниципальным Домам народного творчества развиваться. Мы оказываем методическую помощь, проводим семинары, работаем с руководителями творческих коллективов. И вот эта сеть позволяет как раз развивать нашу отрасль. И одно из главных направлений – это сохранение традиций. Особенность Ненецкого автономного округа, что здесь еще жива традиция. Жива разная традиция. Ненецкая и старообрядческая, и коми-традиция, да, русская. И это здорово. Это как раз заслуга всего того профессионального сообщества, которое работает здесь. У вас прекрасные дома культуры. Но самое главное, я всегда говорю, что самое важное, чтобы была команда. Да, и это чувствуется. И в однокультурном центре, с которым мы работали, с которым мы вместе готовили, семинар, который я вела, и в Дворце культуры Арктика, и учреждении культуры Заполярного района, они вместе. И вчера у нас была практическая работа. Мы играли, ставили перед собой какие-то задачи, выявляли проблемы, изучали угрозы, которые могут стоять сегодня перед нашими учреждениями, да. И мы разделились на разные команды. Мы не работали по принципу «один коллектив, одно учреждение». Нет. И когда ребята, не ребята, а коллеги разделились по разным группам, было видно, что они все равно команда. И это важно. И это как раз то, что они вместе, и это как раз ведет к хорошим результатам, которые у вас есть. Это интересные проекты, это и современные технологии. И несмотря на особенность вашей территории, у вас реализуются инновационные проекты, очень много технологичных проектов, техничных, и это здорово. А если смотреть наш регион, в сравнении с другими регионами, вы ведь, наверное, бываете с подобными лекциями, с семинарами. В чем особенность нашего региона и в чем перспектива? Какая перспектива есть у нашего региона в развитии культуры? Перспективы есть всегда. И сегодня они для нас открываются с большей стороны, прежде всего с тем, что мы обращаем внимание на традиции. А традиции, в принципе, основа развития культуры. В основе культурного и исторического наследия работают музеи. Мы работаем с нематериальным культурным наследием. Изучая, сохраняя традиции, мы формируем репертуар современных творческих коллективов. Мы формируем основу или идею для фестивалей, для концертов. И вот даже мы были на концерте, посвященном Дню Работника Культуры во дворце культуры Арктика. И было видно, насколько органично соединены традиционные наследия народов, проживающих здесь в округе, и современная культура. И вот в этом, в этом синтезе, в этом обмене как раз будущее. И на самом деле, вы же сами знаете, насколько уникальный ваш округ. Насколько он маленький, но в то же время богатый. И не каждый регион Российской Федерации может похвастаться тем культурным наследием, историческим наследием, сохранившимся там. А здесь это не только сохранено, это живет. И вот очень важно сегодня всем вместе нам продолжить работу по сохранению этих традиций, этого культурного наследия. В том числе и в связи с тем, что развивается туризм, и культура, историко-культурное наследие, и вот это многонациональное многообразие, оно может быть в основе этого туризма. И сегодня то, что я видела, как раз развивается в учреждениях культуры. Я знаю, что очень много проектов уже реализуется, и еще намечено как раз в этом направлении, то есть развитие историко-культурного, познавательного туризма, как для жителей округа, так и для коллег с большой земли. Вы посетили какие учреждения культуры, и что впечатлило больше всего? Ну вот я была в отраслении культуры Арктика, и вчера ездила на спектакль в Дом культуры поселка Искателей. Мы посмотрели спектакль. Что поразило больше всего, это отношение людей к своей работе. Они... у них горят глаза. И это видно сразу, когда ты приходишь в Дом культуры, ты можешь не видеть ни стены, ни кабинет, ни сцену. Но если ты видишь сотрудников, которые с таким упоением рассказывают о своих проектах, о своих коллективах, о своей деятельности, что это самое главное. Я вчера была на спектакле, там играли молодые люди. Небольшие такие зарисовки по пьесам Вампилова. Спектакль длится всего 20 минут. И знаете, что меня порадовало? Что люди вышли из зала. Небольшой зал, у нас было человек 20. Сказали, что они хотят еще. Зрители сказали, нам не хватило, мы хотим еще. Это значит, что они придут, придут на другие мероприятия. И видно, что они любят свой Дом культуры. Вот участники творческих коллективов, зрители. Это самое важное, для чего мы работаем. А Вы говорили про риски. Какие риски существуют? На что стоит обращать внимание? О чем стоит задумываться? Одна из компетенций работника культуры, это не только видеть тренды, какие-то перспективы развития, но и понимать, что может пойти не так. Ну, самый такой банальный пример, когда мы готовим уличное мероприятие, мы должны учитывать прогноз погоды, который у нас нестабилен, и знать. А есть же запасной путь, если будет дождь, и наоборот, будет метель или страшное солнце. То же самое, и когда мы говорим о глобальном развитии, глобальных рисках. Что может произойти, например, мы уже знаем опыт работы, когда может случиться пандемия, и нас всех отправят на удаленку, на самоизоляцию. То есть, к этому мы готовы, должны быть, и иметь какой-то запасной вариант развития проекта или того или иного мероприятия. Работники культуры сегодня уже знают, что готовя очный праздник, праздник живого присутствия, они в том числе где-то готовятся и к тому, что он может уйти в онлайн, например. Это проблемы смены государственной политики, тоже такое может быть. А может быть, на самом деле, вчера мы говорили о разных рисках, это у вас территория, очень зависящая от природы, а возможно, какие-то экологические проблемы могут возникнуть, да, или наоборот, сменятся. Ну вот, закрывают социальные сети сегодня, а ведь есть учреждения, которые присутствовали только в этих социальных сетях. Что делать в таком случае? Как быстро и без потери публики перейти на новые платформы? Это тоже важно учитывать и уметь делать быстро. В этом году президент объявил годом культурного наследия России. Что это, какую-то нагрузку несет? И год культуры, и год культурного наследия, в чем вообще разница? Где, что тут особенного в этих двух понятиях? Да, мы очень рады, это вообще такой был новогодний подарок, наше сообщество очень долго ждало указ президента, в принципе, это не было чем-то таким удивительным, к этому готовились, естественно, и вот 30 декабря был подписан указ, в принципе, таким стало новогодним подарком. Год культурного наследия – это признание тех заслуг, которые уже имеет сегодня отрасль. Мы работаем, всегда работали с нематериальной культурой, с сохранением традиций, многонационального фольклора, с развитием этнокультурного многообразия нашей страны. Но год народного искусства, который он должен был называться именно так, но было принято решение расширить, потому что народное искусство – это очень узкая тема. А когда мы говорим о культурном наследии, мы говорим о многонациональном, многообразном, это и памятники культуры, это и литературные памятники, и, конечно, многообразие вот этого национального культурного наследия. Это наши традиции, наши песни, наши обряды, которые есть. И вот год культурного наследия – это возможность еще раз рассказать о том, как важно сохранять, и о том, какие достижения сегодня уже есть. Что в регионах созданы, например, реестры объектов нематериального культурного наследия, и мы знаем, какие традиции у нас живут, какие нужно возродить, какие носители, хранители традиций есть, мастеров уникальных ремесел или уникальных исполнителей песен. Мы знаем и записываем старожилов, тех, кто еще знает про обряды. Это очень важно сегодня сделать для того, чтобы сохранить это для будущих поколений, а также для того, чтобы использовать это в работе, в том числе и в искусстве, в культуре, на этой базе писать спектакли, новые пьесы, а может быть, снимать кино, а может быть, делать уже какие-то современные продукты. Например, мы же знаем о том, что развиваются и креативные индустрии, а это, опять же, какие-то, например, компьютерные игры, а возможно, это использование какие-то VR-технологии, реконструкции. То есть, на самом деле, изучая традиции, мы строим такой мостик в будущее, и год культурного наследия этому будет обязательно способствовать. Учрежден оргкомитет года, разработаны планы, которые в ближайшее время будут утверждены этим оргкомитетом. Это и план ключевых мероприятий года, это план общероссийский, куда войдут мероприятия всех регионов нашей страны. И на самом деле он настолько разнообразен, он охватывает совершенно все направления культурной политики нашей страны. Например, пройдут декады народного творчества. Вот 1 апреля стартует первая декада, которая посвящена народному танцу. И, по сути, мы всей страной будем танцевать, популяризировать народный танец, сохранять его, фольклорный танец. Это очень здорово. В сентябре пройдет декада народных праздников и обрядов, когда мы расскажем о том, какие сегодня существуют народные праздники, обряды, какие-то, может быть, интересные фестивали, связанные с темой сохранения вот этих вот праздничных традиций. В октябре, 1 октября день музыки, и весь октябрь будет посвящен народной музыке. Ноябрь будет посвящен народной песне. И что интересно, что это будут не только классические мероприятия, так и концерты, фестивали или конкурсы. Это будут и современные форматы мероприятий, понятные молодежи, флешмобы, интернет-акции, челленджи. Да, это будут и образовательные мероприятия для наших руководителей коллективов, для руководителей домов, учреждений культуры. Пройдут конференции. И что вообще важно и символично, на прошлой неделе в Рязани год культурного наследия стартовал Конгресс инфекциристов. Когда собрались ученые и практики, занимающиеся фольклором, нематериальным культурным наследием, изучением его популяризации. И обсудили итоги работы за последние 4 года. Конгресс проходит раз в 4 года. И самое главное, наметили планы на будущее, наметили новые векторы развития. О том, как сегодня могут развиваться народоведческие дисциплины, как сегодня практически можно применять те научные достижения, которые есть. А под эгидой года культурного наследия могут ли какие-то коллективы, народные, творческие, рассчитывать на государственную поддержку? Что вообще в этом плане может, на что можно рассчитывать? Да, конечно, очень есть мероприятия, направленные на поддержку. На поддержку кого? Носителей нематериального культурного наследия. Нам очень важно поддержать тех наших хранителей, которые знают традиции, которые берегут. Это и мастер ради картины прикладного искусства, я уже говорила. И участники фольклорных коллективов. Вот прямо сейчас у нас проходит всероссийский фестиваль любительских творческих коллективов в рамках нацпроекта. Победители этого фестиваля получат денежные гранты в размере 2 миллионов рублей, которые они смогут потратить как раз на свое развитие. Может быть, сшить костюмы, сделать фонограммы, создать какие-то новые концертные номера. Что еще важно, мы будем поддерживать молодых ученых, которые как раз ездят в экспедиции, записывают фольклор, занимаются исследованием нематериального культурного наследия. И по сути, ведь любой фестиваль и конкурс – это тоже мера поддержки. А когда мастер или исполнитель, или фольклорный коллектив представляет свое творчество, рассказывает о том наследии, которое он сохраняет, он побеждает, он приезжает в регион, его знают, и ему помогают развиваться дальше. Есть такие примеры, когда и шьются костюмы, и есть поддержка руководителей учреждений культуры, руководителей департамента культуры и губернатора. В принципе, это то, к чему мы стремимся, конечно, в том числе и проводя фестивали и конкурсы. Может ли год культурного наследия быть толчком для того, чтобы создавались новые какие-то группы творческие, театры небольшие, и что нужно для того, чтобы это происходило? Не только может, он для этого и создан. Для того, чтобы еще раз обратить на это внимание, показать, что насколько мы богаты, и что один из способов сохранения традиции, это как раз создание новых творческих коллективов, куда войдут носители, или наоборот, когда молодые люди, например, в музеях или библиотеках, или где-то в архивах будут искать объекты нематериального культурного наследия, старые записи, слушать их и дальше выносить их на сцену. Для этого нужно желание, а работники культуры всегда помогут, они большие специалисты, они знают, как работать с коллективом, как создать коллектив, как сформировать репертуар. Для этого нужно только желание, я вижу, что у жителей Ненецкого автономного округа такое желание есть, у вас очень много фольклорных коллективов, аутентичных носителей. Вот вчера в перерывах между лекцией, семинаром, практическим занятием, когда мы ходили по Дворцу культуры, я видела, что идут репетиции. Например, репетировал старообрядческий коллектив, женщины, бабушки вместе. Это были женщины разного возраста, но они пели песни, свои традиционные, в традиционной манере. И это здорово, это не может не радовать. Я ходила на спектакль вашего Ненецкого фольклорного ансамбля, который на сцене играет традицию, играет фольклорные сказки. И зал был полон, и что радовало, там были и пожилые люди, люди старшего поколения, которые, в принципе, тоже знают ту традицию, которая играется на сцене. Они понимали, она игралась на национальном языке, они понимали, что происходит на сцене. Но рядом были молодые семьи, они пришли с детьми, и эти дети с удовольствием слушали вот эти сказки, внимали вот этот ненецкий язык, а потом поднялись на сцену, чтобы потрогать костюмы, чтобы посмотреть декорации, чтобы с удовольствием сфотографироваться с артистами. И важно же, что это не профессиональные артисты, а любители. И вот здесь стирается грань между сценой и зрителем, между вот этим вот, ну то, что мы называем культурным продуктом, да, и его потребителем. Нет, здесь этого нету. Это вот такой взаимосвязанный процесс, к которому мы стремимся. И именно в фольклоре, в нематериальном культурном наследии так и есть. Он важен, и поэтому наши фестивали уличные, весенние, летние, которые проходят под открытым небом, наши праздники народного календаря. Вы же видите, там нет вот этих границ зрительских и сценических. Они вот всегда за взаимодействием. И мы вчера тоже на семинаре об этом говорили, что сегодня есть такое явление, да, иммерсивная культура, когда в музеях, в театрах стираются грани. И мы, приходя в музей, можем потрогать экспонаты. Мы можем войти в юрту, посидеть на ней, да. Или когда мы в театре, зритель оказывается на сцене. Но народное творчество и фольклор, оно всегда было таким вот иммерсивным, вовлеченным. И важно, чтобы это продолжалось. Мария Викторовна, а где можно узнать? Вот вы сказали, что огромный перечень будет мероприятий, на которых можно участвовать, опытом делиться. А где вот этот вот перечень мероприятий? Мероприятий, как не упустить что-то важное для себя? Где с этим можно ознакомиться? Куда нужно заходить? Как это происходит? Ну, конечно же, на информационные ресурсы. В вашем округе это сайт Нинецкого автонома, сайт этнокультурного центра, где будут обязательно, уже началось освещение мероприятий Года культурного наследия. В течение всего года они будут рассказывать и о тех мероприятиях, которые идут в Российской Федерации, и о конкурсах, в которых можно поучаствовать. И о своих проектах, в том числе новых, которые будут разработаны после сегодняшнего совещания. Это сайт Российского Дома народного творчества, где уже созданы разделы. Можете посмотреть, какие мероприятия пройдут в декаде народного танца, какие мероприятия пройдут в декадах музыкальных, песенных. Разработаны методические рекомендации, как работники культуры могут провести те или иные акции, им даны советы. Ну, конечно же, на сайте Министерства культуры Российской Федерации. Там регулярно публикуются новости, в том числе региональные новости, о том, какие мероприятия пройдут, которые проходят или которые уже прошли. В принципе, мне кажется, что и все средства информации, и вы тоже будете освещать эти мероприятия. Социальные сети, хэштег Год культурного наследия, тоже нам в помощь. И на самом деле, уже сейчас, а год только стартовал, очень много появилось интересного материала, опять же, онлайн-мероприятий, каких-то акций, в которых может участвовать любой, и это здорово. Если говорить об онлайн-мероприятиях, что бы Вы посоветовали работникам культуры посмотреть, изучить и простым людям, просто обывателям, которые не являются работниками культуры, онлайн, чтобы посмотреть и поучаствовать в чем? Ну, вообще у нас есть портал Культура РФ, это портал Министерства культуры Российской Федерации, где собирается, ну вот, вся культура, она представлена там. Если Вы хотите посмотреть спектакли, концерты, записи или трансляции фестивалей, то вот можно зайти на этот портал и посмотреть вообще все, что интересно. Российский Дом народного творчества тоже транслирует свои мероприятия и на портале Культура РФ, и на своем сайте, и в своих социальных сетях. Вот сейчас мы готовим к трансляции на канале Культура концерт звезды народного искусства «Дети», который прошел у нас в прошлом году, и в этом концерте приняли участие лучшие детские творческие коллективы страны, которые прошли творческий отбор. Если говорить о детях, которые по сути являются наследниками традиций наших, и ради них мы их сохраняем, развиваем культуру, то в этом году одним из главных мероприятий года будет Всероссийская детская фольклориада. Она пройдет в Чувашии и объединит детские фольклорные коллективы со всей страны. В том числе туда приедет коллектив из Ненецкого автономного округа. Это будет где-то показано? Да, конечно, будут трансляции, прямые трансляции мероприятия и на портале Культура РФ, и на сайте Российского Дома Народного Творчества, русфолк.ру, наш сайт. В принципе, там вы можете найти новости о том, как развивается народное творчество. Там есть странички каждого региона, в том числе и Ненецкого автономного округа. Можете смотреть, как развивается ваш регион, как он выглядит, а он выглядит прекрасно на фоне всей страны. И есть регионы, которые берут пример с Ненецкого автономного округа. У вас очень активно развивается издательская деятельность. Вы поддерживаете литераторов, своих писателей. У нас проходит раз в два года Всероссийский смотр информационно-издательской деятельности Домов и Центров Народного Творчества. И вот Ненецкий автономный округ всегда принимает там участие. И ваши издательские проекты всегда заслуживают высокую оценку нашего жюри. Это тоже здорово, потому что сохранять традиции можно в песнях, в танцах, в том числе, конечно же, на бумаге, в книгах, чтобы наши дети их читали и могли всегда к ним обратиться в библиотеки или имели это дома. А если смотреть на мероприятия, которые прям вот стоят посетить, личное присутствие, достойное личного присутствия, из того перечня, который входит вот именно в планы года культурного наследия, что нужно посетить лично и не пропустить? Как вы считаете? Ну, здесь, конечно же, каждый зритель должен понимать, что ему нравится. Например, летом 16 и 17 июля, опять же, вся страна будет объединена единым днем фольклора. И в каждой территории нашей страны, в каждом населенном пункте, мы надеемся, пройдут мероприятия, посвященные этому. Это будут и фестивали, и народные праздники, и реконструкции каких-то обрядов, концерты. А если нет возможности подключиться очно, можно принять участие в различных челленджах и флешмобах. Да, это будет интересно и необычно. Подключиться к танцевальным трансляциям, пройдут концерты. Следите, самое главное, за афишами ваших дворцов и домов культуры, и тогда вы всегда будете в курсе происходящих событий. А что стоит посетить в Москве в год культурного наследия? Простым жителям Ненецкого округа. Вот приехал человек в Москву, чтобы у него был какой-то культурный план. Посоветуйте. Ну, я могу говорить только за Российский дом народного творчества. Мы планируем провести к концу года, опять же, большой концерт. У нас есть такой концертный проект, я уже его упоминала, «Звезды народного искусства». В прошлом году это был концерт «Звезды народного искусства. Дети». А в этом году «Звезды народного искусства» в нем примут участие лучшие коллективы этого года, может быть, последних нескольких лет, которые стали победителями всероссийских фестивалей, всероссийских конкурсов, которые выступят на одной из главных сцен Москвы. Это всегда бывают очень яркие, необычные концерты. В чем их уникальность? В том, что здесь представляется как раз многообразие культурного наследия. На одной сцене выступают представители тюркских народов, финно-угорских, славянских, кавказских. Это всегда такой калейдоскоп традиций, красок, музыки и танца. Это всегда красиво и интересно. Конечно же, гала-концерт Всероссийского фестиваля любительских творческих коллективов. В этом году он немножко разнообразит вот эту тему традиций фольклора, потому что в этом году в конкурсе принимают участие коллективы, работающие в академических жанрах. Это театральные коллективы, это духовые оркестры, академические хоры. Это коллективы, которые занимаются классическим балетом и даже цирковые коллективы. Гала-концерт Всероссийского фестиваля придет в октябре. Но это тоже будет такой грандиозный концерт, где, опять же, на одной сцене встретятся вот эти вот такие разные жанры. Представляете, духовой оркестр и цирковое искусство, например. Как это объединить? Вот с этим справляются наши режиссеры. Это всегда тоже бывает очень ярко. Мы всегда стараемся транслировать это в прямом эфире, поэтому если даже нет возможности приехать в это время в Москву, то всегда это можно посмотреть в прямом эфире. Обычные жители округа, жители страны, как могут привнести свой вклад в развитие Года культуры, культурного наследия России? Что можно сделать для того, чтобы стать частичкой этого большого плана мероприятия? Это очень хороший вопрос. На самом деле я всегда говорю, что вот у всего есть свое время. И здорово, что Год культурного наследия объявлен именно сейчас. В тот период, когда мы имеем неограниченный доступ к интернет-ресурсам, когда у нас у каждого есть, в принципе, странички в социальных сетях. И каждый из нас может нести свою лепту в сохранении традиций. Во-первых, поговорите со своими бабушками, дедушками, мамами и папами. Пусть они расскажут вам о том, какие традиции сохраняются в семье. А ведь именно из семейных традиций формируется вообще все вот это культурное наследие. Какие песни пели в вашей семье? Какие сказки рассказывала бабушка? А может быть, сейчас рассказывает мама или молодые мамы своим детям. А посмотрите фотоальбомы сибейные. Обратите внимание, как был украшен дом ваших бабушек и дедушек. Какие костюмы они носили. А может быть, составить родословную. Чем занимались ваши предки? И, конечно же, вспомните ваш национальный язык. Старайтесь говорить на родном языке, в семье. Если это не получается постоянно, то, может быть, потихонечку изучать его все вместе. Ходить на курсы ненецкого языка, например, которые проводятся в вашем округе. Читать, изучать. Возможно, ходить в творческие коллективы. Если нет творческих способностей. Но не всем дано петь. Хотя фольклор, он как раз настолько уникален, что петь фольклорные песни могут все. Для этого нужно просто чувствовать их. Не обязательно иметь музыкальное образование. Если нет желания петь или танцевать, можно заниматься рукоделием. И ведь на самом деле даже простое вязание, шитье, оно тоже имеет элементы традиционного творчества. Занимайтесь творчеством. Изучайте традиции и рассказывайте о них. Самое главное, рассказывайте. В прошлом году вся страна приняла участие в акции «Народная культура для школьников». В том числе ваш округ был одним из активных. Мы опрощили сотрудников благодарственными письмами. Что интересно, «Народная культура для школьников». Мы предлагали школьникам самим изучать традиции, проводить фольклорные экспедиции. Но не выезжать куда-то далеко, а именно фольклорные экспедиции в своей семье. Школьники приходили к бабушкам, спрашивали у них, и потом готовили творческие работы, в том числе публиковали это в интернет. Проводили фолк-уроки, изучали традиции, пели калятки, передавали вот такие вот фольклорные эстафеты другим своим одноклассникам, учащимся других школ города. Это было на самом деле такое общефольклорное движение, и я думаю, что участники этой акции, они и дальше будут изучать свои традиции. По крайней мере, они будут ценить то наследие, которое мы имеем, и это очень важно. Год культурного наследия закончится, но ведь, наверное, работа не должна заканчиваться, то есть не должен заканчиваться этот интерес, или будет какой-то, как-то станет на лайте все? Конечно, года мало. И год – это только возможность начать какие-то новые проекты, обратить внимание на те сферы, которые еще не затронуты. Но даже десятилетия мало. Эта работа всегда будет продолжаться, пока есть работники культуры, пока есть такие энтузиасты, которые создают фольклорные коллективы, которые ходят в эти фольклорные коллективы. А поверьте нам, Российский Дом народного творчества проводит очень много исследований, в том числе в рамках нацпроекта «Культура», в рамках Российского фестиваля любительских творческих коллективов, мы проводили социологическое исследование и опросили 3000 участников творческих коллективов, чтобы посмотреть, что движет ими, когда они приходят в творческие коллективы, в том числе фольклорные, какие у них интересы, что им нужно. И мы пришли к очень интересным результатам, которые не могут не радовать. Например, там очень много молодых людей, которые приходят в фольклорные коллективы, в коллективы народного творчества, с удовольствием там остаются и говорят о том, что они будут советовать это своим друзьям, что они обязательно приведут в свой коллектив детей. И мы видим, особенно в коллективах, которые работают уже много-много лет, а у нас в стране есть коллективы, вот, например, театральные коллективы, которые были созданы еще в 20-е годы, и до сих пор они, это любительские коллективы, которые до сих пор живут, творят, там уже несколько поколений актеров-любителей, да. И вот есть, мы говорим о семейных династиях работников культуры, например, да, когда отец работает вместе с дочерью, когда бабушка работала в Доме культуры и сегодня работают внуки. Но есть и творческие династии любительских коллективов, когда в этом коллективе фольклором занималась бабушка, потом мама занималась, а сегодня занимается внучка, то же самое в студии декоративно-прикладного искусства. И это очень здорово на самом деле, и, конечно же, эта работа никогда не закончится. Наоборот, мы получим новый импульс, работники культуры нового вдохновения, и дальше, я уверена, будет еще много новых интересных проектов, которые... Знаете, в чем еще особенность сегодняшней ситуации, когда мы можем объединить традицию и инновацию, и вот эти современные информационные технологии, вот умные технологии, они помогут нам в нашей работе, в наших начинаниях. И, кто знает, может быть, именно проекты, которые мы вчера проектировали, а мы занимались именно проектированием, коллег из Ненецкого автономного округа станут начинаниями для всей страны. В конце программы что пожелаете нашим работникам культуры, под каким лозунгом они должны работать и трудиться в год культурного наследия России? Знаете, что я для себя отметила, вот в первый день, 25-го числа, когда я приехала, был концерт, я уже говорила о нем, посвященный Дню работника культуры. И в зале сидели и работники культуры, и просто жители Нарьенмара. Это был очень добрый, душевный концерт. А помните, в этот день началась пурга? Ну, то есть, я приехала, было солнце, а тут прям замело, мы в Москве давно не видели такой погоды. И я вот подумала для себя, что чем дальше на север, тем теплее. Меня так тепло встретили, и вот эти два дня рабочих, два дня на семинаре, они были насыщенными, тяжелыми, в плане того, что мы изучали, мы работали, мы разговаривали. Но они были очень добрыми, и мы сразнились с вашими коллегами. Я думаю, что очень много мы новых проектов еще вместе сделаем. Я бы хотела пожелать оставаться всегда такими же светлыми, лучезарными, любить свою работу, постоянно искать вдохновение, потому что вдохновение, в любви, в этом поиске как раз и преимущество нашей профессии, в отличие, может быть, от какой-то другой. Конечно же, я бы хотела пожелать здоровья, творческих успехов, ну и побед. Спасибо, Мария Викторовна. Программа наша подошла к концу. Я напоминаю, гостем студии стала Мария Якунькина, заведующая отделом информации Дома народного творчества города Москвы. До свидания, до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова